Вот эта вот формулировка, как я нахожу время, она уже носит какой-то негативный характер, да? Ну вот ты должен мне сейчас там показать, как ты меня любишь, а чтобы ты это показал, я буду такой классной женой. Я хочу быть примером для своей дочки, поэтому я с рождением ребёнка реально стала гораздо больше времени посвящать себе. Такая любовь — это на самом деле единственная истинная, да, любовь. Девочки, всем привет! С вами Оля, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео-болталка, видео по вашим запросам. Меня одна подписчица в комментариях просила снять видео на тему, как изменилось моё внутреннее состояние после рождения моей дочки. И несколько девочек просили меня снять видео о том, как я нахожу время на себя, да, и какой у меня распорядок дня. Я решила объединить эти две темы в одну, так что, если вам интересна одна из них или, может быть, обе, то продолжайте смотреть. И да, девочки, во-первых, хочу сказать огромную благодарность тем девочкам, которые мне пишут, которые мне пишут в комментариях, которые вот пишут такие запросы касательно тех видео, которые они хотели бы от меня увидеть. Это мне очень помогает, это мне очень приятно, так что не стесняйтесь, пишите, я это очень-очень ценю. И да, если вам нравится вот не только видео про покупки, да, хотя их я тоже люблю снимать, но мне иногда хочется тоже поговорить, да, о чём-то более глубоком, менее материальном. Если вам тоже вот нравится такой формат, то поддержите, пожалуйста, это видео, да, вашим комментарием, вашим лайком, чтобы я просто понимала, что такие темы вам тоже нравятся. Ну всё, давайте приступать. Начнём тогда с вопроса о том, как изменилось моё внутреннее состояние после рождения моей дочки. Чьи ножки вы можете сейчас увидеть в кадре? Ну, знаете, я думаю, нет смысла долго рассказывать о том, что, естественно, женщина, когда у неё рождается ребёнок, она познаёт совершенно новый, да, уровень любви. Я думаю, все, у кого есть дети, меня поймут, а все, у кого их нет, вы как бы сможете это понять, когда они у вас появятся. Поэтому тут нет смысла долго задерживаться на этой теме. Единственное, что вот о чём я думаю часто в последнее время, это то, что, знаете, вот эта любовь к детям, так называемая, да, вот безусловная любовь. Да, потому что мы реально любим ребёнка, ну, в любом случае, да, то есть каким бы он ни был, там, я не знаю, как бы он себя ни вёл, что бы он ни делал, каким бы там он ни был глупым, умным, я не знаю, злым, добрым, да, чем бы он ни занимался по жизни, мы его всё равно всегда будем любить, потому что это наш ребёнок. Так вот, почему-то нам общество, да, вот навязало, что вот мы такую любовь испытываем к детям, и вот это что-то особенное. Ну, как мне кажется, вот такой, такая любовь, это на самом деле единственная истинная, да, любовь. И мы, в принципе, должны стремиться к тому, чтобы любить такую любовь не только наших детей, но и всех, кого мы любим, то есть и нашего, там, мужа, и наших родителей, да, то есть любить их не за условия, не за то, какие они, что они там для нас делают или не делают, а просто вот потому, что они есть. И я считаю, что как раз, когда приходят дети в нашу жизнь, да, и мы впервые чувствуем вот эту любовь, то как раз это для нас такая хорошая возможность постараться перенести, да, постараться любить такой любовью, и не только наших детей, но и всех, кто нас окружает, и в том числе самих себя, да, вот про любовь к себе – это вообще отдельная тема. Если вам интересно, могу снять видео на эту тему отдельное, но если говорить коротко, да, мы, в принципе, в этой жизни все должны делать из любви, и все это начинается из любви к себе, потому что это единственная, да, правильная мотивация, когда мы делаем что-то не для того, чтобы получить любовь от других, да, а когда мы делаем что-то реально из чистого сердца, да, то есть мы не ищем проявление любви, там, у нашего мужа, да, вот мы не ждем, что так, ну вот ты должен мне сейчас там показать, как ты меня любишь, а чтобы ты это показал, я буду такой классной женой. Нет, как бы мы сами должны себе, давить постоянно эту любовь, тогда мы не будем ждать ее от других людей, и мы будем также быть такой классной женой просто из-за любви к другому человеку, да, а не из-за ожидания от него получить какую-то ответную любовь. И это отдельная, да, глубокая тема, если, я говорю, вот вам интересно услышать мое рассуждение на эту тему, о том, как вообще развивать любовь к себе, почему она важна, как она, да, проявляется и так далее, то напишите в комментариях, тогда поговорим об этом в отдельном видео. А возвращаясь к тому, как изменилось мое внутреннее состояние, ну вот первый пункт, как я уже сказала, то, что я почувствовала, да, новую форму любви, и стараюсь сейчас проявлять ее в отношении других людей. А второе, это, наверное, то, что я просто стала гораздо более ответственна, и у меня есть просто огромное, да, желание вырастить реально счастливого человека, счастливую женщину, да, мою дочку, которая будет очень светлой, доброй и очень энергичной, знаете, такой вот девушкой, которой будет все легко, да, доставаться по жизни, которая будет знать, чего она хочет, и которая будет с легкостью это получать. И я для себя просто поняла, что мы не можем, да, воспитать и вырастить такого же человека, если мы сами им не являемся. Я хочу быть примером для своей дочки, поэтому я с рождением ребенка реально стала гораздо больше времени посвящать себе, своему внутреннему состоянию, саморазвитию, да, потому что я понимаю, что пока я, там, не разберусь с своими какими-то тараканами, да, то я и не смогу, ну, вырастить, да, ребенка без тараканов, вот. Так что, да, это второй пункт, то, что я гораздо стала больше внимания уделять своему внутреннему миру, назовем это так. И тут мы как раз плавно перешли, да, ко второй теме, о которой вы просили меня поговорить, это то, как я нахожу вообще время для себя, да, какой у меня распорядок дня. Вы знаете, тут вот эта вот формулировка, как я нахожу время, она уже носит какой-то негативный характер, да. Тут нужно ставить вопрос, что я выбираю, да, что я вот сейчас хочу делать, чему я хочу посвятить свое время. И здесь немножко вопрос, да, мотивации и приоритетов, то есть приоритетов, то есть вот вопрос, как я нахожу время для себя, он уже носит какой-то негативный характер, да, как будто это что-то сложное, вот, как бы, его еще нужно поискать, да, это время, да, вот это так непросто. Мы из негативных, из негативного отношения вряд ли сможем вообще что-то создать, и вряд ли вы тогда найдете это время для себя, если вы изначально видите это как какой-то, да, челлендж, что-то, что это вообще не так просто. Нужно все делать из какой-то позитивной мотивации. Почему мне вообще нужно время для себя? Потому что я хочу находиться, да, в состоянии, на полности, в состоянии, да, в ресурсном состоянии, потому что только из этого состояния мы можем творить добро, как бы это пафосно ни звучало, но только из этого состояния вы сможете реально отдавать всю любовь своему ребенку, своему мужу, да, нам общество привило совершенно неправильную градацию, то, что на первом месте у женщины вот ребенок, ну, как же это ребенок, ну, естественно, он у меня теперь центр вселенной. На втором месте у меня идет муж, да, потому что мне нужно, ну, и за ним, да, ухаживать, там, мне нужно ему, там, я не знаю, приготовить, что, неважно. Потом у меня еще есть родители, есть друзья, и где-то потом, где-то вот там уже иду я. Вот эта градация, она совершенно неправильная. На самом деле все должно быть наоборот. На первом месте у себя должны быть мы сами. Потом идет наш муж, и да, может быть, это... Нам почему-то это кажется нелогичным, потому что мы всегда хотим ребенка поставить, да, на первое место. Да, на самом деле как бы не будь у нас самих себя, не будь у нас нашему мужу и нашей с ним любви, не было бы и нашего ребенка, да. Поэтому мы с появлением ребенка должны, ну, не забывать о муже и продолжать, да, заботиться о наших отношениях. Это тоже такая отдельная тема. Если вам вообще интересно почитать об этом, то я советую всем, вообще всем женщинам, да, есть у вас дети или нет, или, может, уже у вас взрослые дети, почитать книгу Анатолия Некрасова. Она называется «Материнская любовь». Я уверена, что многие из вас слышали об этой книге. Я оставлю внизу на нее ссылку. Но там как раз вот речь идет о правильной системе приоритетов и о том, как нам общество навеяло совершенно, да, обратную ей противоположность. Когда вы себя ставите на первом месте, это совершенно не эгоистичная позиция. Это как раз то, о чем я уже говорила в этой первой части, то, что вы сначала позаботились о себе. Вот у меня это происходит с утра, да, это про распорядок дня, как раз мне очень важно, чтобы я все утро посвятила себе, да. Я по натуре свои жаворонок, и у меня утром очень высокий уровень энергии. Поэтому, казалось бы, я как раз-таки утром могу сделать очень много, то есть я могу встать и сразу начать и убираться, и что-то делать в том, потому что у меня энергия есть. Но вот это не совсем правильно. Мне важно именно утро посвятить себе своим каким-то ритуалам. Понятно, что у меня параллельно есть моя дочка, я занимаюсь ей, да. Естественно, ну, я не могу встать и вообще там забить на нее, нет. Но нужно максимально, да, вот я для себя как-то утро еще организовываю так, чтобы я, чтобы у меня хватило времени на занятия спортом, потому что для меня это важно, чтобы у меня хватило времени там на какую-то утреннюю, да, вот на стройку на день. А это очень важно, потому что как мы проведем утро, да, от этого зависит весь наш день. Если мы с утра проснулись и сразу начали решать какие-то проблемы, да, вот углубляться в эту суету, то у нас весь день пройдет вот на этой суете. Так что важно определить, что нас наполняет, какие, да, вот ритуалы, да, помогают нам войти вот в это ресурсное состояние, в состояние наполненности, да, то есть это первый шаг определить, что нас наполняет. И второй шаг – посвящать этому время. И это ваш выбор и ваша ответственность, наш выбор, наша ответственность, да, хотим ли мы посвятить время себе или нет. Тут вопрос не в том, как найти это время, а вопрос в том, хотим ли мы это. Если мы хотим, то мы найдем это время. И если нужно, мы там попросим мужа, может быть, полчаса там побыть с ребенком, да, но вот я, то есть у меня по будням муж тоже не может, он работает, да, у него нет времени, чтобы мне помочь. А мне даже нужно немножко внимания, поэтому она посидит с нами в кадре. В общем, мы сами, да, делаем выбор в пользу того, чтобы посвятить это время себе. Когда у вас появляется свободная минутка, это вы решаете, что вы сейчас будете делать. Вы пойдете там убираться, по десятому раз мыть пол, я не знаю, готовить еду, или вы сначала посвятите это время, да, своему наполнению. Я уже говорю, вот почему я всегда говорю это слово наполнение, не потому что это какое-то пафосное слово, потому что мы все разные люди, и у каждого свои, да, ритуалы наполненности. Так что подумайте, вот что наполняет вас. Напишите в комментариях, кстати, что наполняет вас, да. Вот на моем примере я могу сказать, меня очень наполняют прогулки в тишине. Для меня это, да, своего рода медитация, когда вот прогулки на природе обязательно, не просто по городу, а вот на природе. То есть меня природа заряжает вообще на все 100%, поэтому для меня с утра вот прогуляться с ребенком, это реально безумное счастье. Я хожу, я смотрю, да, не знаю, на деревья, на небо. Да, и мне это очень помогает, да, войти вот в это ресурсное состояние. Мне помогают, да, занятия спортом, но только тем спортом, который мне нравится. Это тоже очень важно. Мне помогают, там, медитации. Об этом я, кстати, недавно писала в инстаграме пост. Если вы на меня не подписаны, да, то подписывайтесь. Или если вам интересно вообще отдельное видео про медитации, почему я медитирую, как. Поверьте мне, я тоже очень долгое время думала, что медитация это просто какая-то вот что-то вообще такое непонятное. И сейчас все это делают просто потому, что это модно. Я изменила к этому свое отношение. И если вам интересно услышать про мой опыт, то напишите тоже, я сниму отдельное видео. Но, в общем, вот напишите в комментариях, что наполняет вас. Может быть, это, я не знаю, когда вы маникюр себе делаете. А может быть, когда вы, я не знаю, просто сидите, слушаете музыку. Или когда вы, не знаю, идете в кафе, берете себе кофе и проводите там, допустим, завтракаете не дома, а в кафе. Вот подумайте, какие ритуалы наполняют вас. У каждого из нас они свои. И отпишитесь обязательно. И когда вы поймете, что вы из состояния наполненности на самом деле гораздо больше любви сможете отдавать и своему ребенку, и своему мужу, и вообще своим близким, то у вас отпадет вопрос, как найти время для себя. Потому что вы будете знать, зачем вам это нужно. У вас мотивация будет совсем другая. Это совсем не про эгоизм. Это как раз таки о том, чтобы с утра, или может быть, у вас это наоборот будет вечер, когда ребенок уже ушел в спальню, посвятить вот это время себе. И вы тогда совершенно с другим отношением будете потом вообще весь свой день проводить. Вы совершенно с другим отношением будете заниматься вашим ребенком, готовить, убираться, я не знаю. Потому что вы будете это делать из состояния, наполненности. Смотрите на это так. Еще раз подытожу. Вопрос, как найти время для себя, он изначально неправилен по своей формулировке. Мы когда сами себя не наполняем, то мы ждем от других, что они это сделают. Мы начинаем ждать от мужа, что он сейчас поможет нам или там скажет, какая мы классная или что-то, а он этого не делает, все, у нас сразу претензия к нему. Мы там от ребенка начинаем ждать, что он будет весь день супер такой спокойный, я не знаю, идеальный. А он может таким не быть, потому что это тоже человек, это маленький человечек, у него могут быть свои проблемы. Мы начнем на него обижаться, да, что вот, опять вот я сегодня ничего не сделала, потому что ребенок весь день там капризничал или что-то. Вот чтобы этого не было, посвятите время себе, и вы найдете способ, как это сделать. И последнее такое еще, что я хочу сказать, понятно, что с ребенком, да, то есть вы не думайте, что я такая вот идеальная, естественно, у всех бывают плохие дни, и не всегда оно получается все так идеально, как я говорю, но важно к этому стремиться, да, вот осознать для себя, и тогда, что я хотела сказать, то, что понятно, что с ребенком сложнее это организовать. И будут дни, когда, ну, не получится вот провести, вот у меня тоже бывают дни, когда, ну, не получается у меня провести вот это идеальное утро, потому что имели этот день, да, допустим, требует больше внимания от меня, чем обычно. Вы знаете, есть, да, такое хорошее как выражение, то, что мы сами выбираем то, на чем мы фокусируемся. То есть кто-то фокусируется на препятствиях, а кто-то фокусируется, да, там на возможности. Когда у нас в жизни происходит какая-то сложность, да, мы сами выбираем, сфокусироваться на том, а что мы можем, ну, какой урок мы можем сейчас извлечь из вот этой трудности, которая возникла, как мы можем использовать эту трудность для нашего роста, или мы сами выбираем, да, сфокусироваться на том, что, ой, как все сложно, ну, вот опять это случилось, все, что же мне вообще делать, как вот все плохо. Естественно, от того, какой фокус мы выбираем, будет зависеть от того, как мы начнем действовать. Это сейчас, да, я уже немножко в дебри ушла, но, перенося это на ситуацию с ребенком, будут, конечно, дни, когда ваш ребенок требует большего внимания. И вот смотрите, вы можете... пример, да, сейчас, как мы сами меняем свой фокус. Вы можете подумать, ну, блин, вот я сейчас хотела помедитировать, вот я посмотрела на видео, и решила для себя проводить время для себя. У меня тут ребенок орет, а я хотела сейчас там помедитировать, спортом заняться. Ну, вот, да, получилось, конечно. Ну, и вы идете вот такая вся, да, расстроена, идете к ребенку начинать, ну, давай, буду я сейчас тебя успокаивать, буду заниматься. И вот весь день вы занимаетесь ребенком, и все, и потом вы вечером вся такая недовольная, говорит, ну, вот. Посвятила я время себе, конечно, ну, 10 раз. На самом деле, да, мне приходится, да, постоянно ходить, там, весь день я ходила с ней на ручках, ее держала, потому что не хотела она сама ничего делать, и с такими отношениями, естественно, вам будет казаться, что все плохо, и на следующий день вы даже не будете пытаться снова посвятить это время себе, потому что вы знаете, ну, сейчас опять ребенок заплачет. Как мы меняем фокус? Ну, вот, моей дочке сегодня я нужна немножко больше, чем обычно. Ей нужна сегодня моя любовь, моя забота немножко больше. Поэтому, ну, ничего, не получится у меня сейчас помедитировать, не получится позаниматься спортом. Я пойду тогда дарить любовь своей дочке. Я ей сегодня нужна, я ее мама. Она хочет со мной время побольше провести, а я же ее люблю. Ну, конечно, я ей это дам. Вот вы поняли, да, насколько мы вообще к одной и той же ситуации изменили отношения вам сразу из вот этого состояния, да, того, что ваш ребенок у вас нуждается, вы совершенно с другим отношением будете им заниматься на протяжении этого дня. Потом вечером вы уложите ее спать, и у вас не будет уже вот этого, о, боже, какой сегодня был тяжелый день. Потому что вы придали этому другое значение. У вас сегодня был день, когда вы посвятили себя своему ребеночку, которому вы очень нужны. А вот сейчас вы уложили его спать, и вы не в каких-то претензиях сидите, в недовольствах, да. Вот как раз, может, у вас и появится вечером тогда желание заняться собой или провести там время с мужем, что-то классное, да, там, поделать вместе. Мы сами в ответственности за свою жизнь. Мы сами создаем свою жизнь. И это звучит очень высокопарно, но это так. И мы сами выбираем то, как мы относимся к той или иной ситуации. Так вот, давайте будем выбирать для себя позитивное отношение ко всему. Давайте искать во всем хорошее. И, конечно, будут дни, когда, ну, не получается так. Но принимайте тоже и такие дни. Скажите, ну, да, вот сегодня не получилось у меня. Ну, ничего, значит, завтра получится. Завтра я постараюсь, да, осознание, да, относиться ко всему, постараюсь отслеживать какие-то моменты, когда вот я сошла с этой неправильной дорожки и пошла в какие-то претензии, недовольства. И завтра все получится. Вот. Длинное сегодня получилось видео. Спасибо всем огромное, кто досмотрел до конца. Мы пойдем с Эмиляшкой играть, да, сейчас пойдем кушать. Я вам всем желаю делать все из наполненности. Я вам всем желаю посвящать время себе. Напишите в комментариях, что вас наполняет. Я очень рада, что вы были со мной. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok